Приветствую, господа, с вами Тимпоз, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Going Deeper. Начнем, конечно же, сначала, потому что прошлый наш выпуск был практически год назад, но он набрал много лайков, просмотров, и поэтому, я думаю, будет уместно повторить его и посмотреть, насколько игра вам сейчас интересна. И если это так, если вы хотите увидеть мое прохождение, мою кампанию по ней, то ставьте лайки. И если наберется 150 лайков, скажем, за неделю, я начну проходить эту игру, изучать ее, обучаться ей и постараться что-то сделать в ней полезного и ценного, несмотря на то, что играть в подобный жанр я абсолютно не умею. Я уже прошел обучение повторно, посмотрел кое-какие материалы по этой игре, чтобы, ну, прям не совсем жестко тупить, и постараюсь сейчас что-то для вас полезное изобразить в кампании. Поехали! Для нашей игры я взял, соответственно, следующий состав. Наковальню, бочку с водой, взял побольше различных семян, моркови, пшеницы и картофеля, медную кирку и медный топор, ну, и на оставшиеся деньги хлеб и пшеницу, чтобы, ну, взять хоть что-то, скажем так. Я не знаю, насколько это правильно. Ваши варианты сборки для кампании можете написать в комментариях, я прочту и учту. Ну, а мы начинаем. Итак, введение, наконец-то вы прибыли. Мантия, этих земель богата адамантиновой рудой, спускайтесь в глубь как можно быстрее, добудьте адамантин. Переправьте 100 адамантиновых слитков в нашу метрополию через купца. Купец будет навещать в вашу колонии каждые два года. Удачи! Собственно, это обучение мы уже видели, это описание мы уже видели. То есть у нас есть, а что он так трясется, когда я перемещаю карту, ладно, на максимальный размер переходить не будем. То бишь, у нас есть два года до того, как придет купец, чтобы добыть 100 единиц адамантина. Вот, и как только мы переправим 100 штук в нашу метрополию, мы победим, это цель. Но, естественно, перед этим нам необходимо как-то развиться и выжить. Давайте посмотрим, собственно, что у нас есть вокруг. Единственное, я не знаю, как выглядит адамантин. Является ли вот это вот адамантином? Возможно, да, может быть, нет. Но, скорее всего, нам придется спускаться вглубь. Первым делом нам нужно определить складское помещение. После этого поставить фермы для наших семян. Я не брал практически никакой еды дополнительно, поэтому нам нужно как можно быстрее добывать еду естественным путем, выращивая ее. Вот, и, соответственно, будем как-то вот по чуть-чуть, понемножку развиваться. В игру, напомню, я не играл ранее. И поэтому будут определенные сложности. Итак, поехали. Так, первым делом мы определяем складскую зону. И пусть она будет у нас находиться вот здесь. Далее мы разделяем зоны на фермы. Морковь здесь у нас будет. Картофель у нас будет побольше и подлиннее. Сколько у нас? Десять штук, по-моему, да? Десять штук. И, соответственно, пшеница. Два на три. Далее нам надо приказать рабочим рубить древесину. Мы выделим вот такую зону для рубки. После этого нам необходимо копать. Так, для копания у нас будет... Ну, давайте вот примерно вот такой отрезок мы возьмем. Тоже все, что вот вокруг нас. Поблизости. Профессия. Товарищ будет у нас лесником. Еще одного нужно назначить копателем. Шахтер. Металлург пока нам не нужен. Копатель, шахтер у нас есть. Лесник, шахтер. Остальные, соответственно, будут у нас универсалами. Сделаем их фермерами, носильщиками и строителями. И, собственно, для стартовых приказов, я думаю, этого достаточно. Давайте мы запустим процесс. И пусть ребята начинают... Приступают к работе. Из того, что я понял, на старте игры ребята не очень привередливы. И им, в принципе, достаточно каких-то базовых стартовых ресурсов для питания. А впоследствии нам придется еду каким-то образом готовить. Сейчас мы сделаем акцент именно на фермерстве. Нам нужно все грядки прополоть и посадить на них семена, чтобы... Ну, иначе мы просто умрем. Вот. А затем уже начнем заниматься дополнительными... Дополнительными делами. Ребятушки, пожалуйста, объясните мне, как и где показывается время, которое прошло. В правом верхнем углу я вижу 0,5 из 870. Является ли это показателем времени? Если да, то что это означает? Пятый день из 870? Либо я неправильно понимаю эти цифры. Так, теперь давайте немножечко еще кое-чего сделаем. Во-первых, лесопосадка нам необходима. Ее мы можем сделать, как я понимаю, только на зеленой территории. Или не только. Так, лесопосадка у нас будет вот здесь. Давайте сделаем ее здесь и вот тут. И думаю, пора начать строить мастерские. Первым делом мастерскую плотника. И давайте сразу же сделаем мастерскую каменщика. Ее можно развернуть? Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, строительство завершено, да, нужно еще назначить, соответственно, плотника и каменщика. Нам необходима доска. Как я понимаю, достаточно много для наших будущих построек. Давайте поставим 20 досок на строительство, пока я не знаю, для чего именно, но, знаете, лишним не будет. Каменный кирпич. По идее, тоже нужен, но опять-таки фиг знает для чего. Печь, шкаф. Тоже нет. Интерьер, инфраструктура, колодец. Для него необходим одно ведро, 20 досок, 20 камней. Ну, наверное, штука полезная. Рынок, что дает рынок? Постройка, используемая купцом для торговли. Это, я так понимаю, как раз таки надо будет нам, чтобы продавать материалы непосредственно купцу, которые мы будем добывать. Для адамантина нам придется спускаться вглубь под землю. Кстати, насколько срочно нам это необходимо сделать? Мы же играем не в выживание, а в такой достаточно простой режим. А давайте мы начнем погружение вглубь. Так, для тоннеля нам необходимо 50 досок, 15 камней и 2 штуки чего? Медный бур. Х2. Медный бур. Есть вероятность, что его построить нельзя. Хотя, с другой стороны, возможно, его можно как-то выплавить из меди. Но что для этого нам надо? Какое-то здание, где может быть медный бур. Плавильня, может быть. Что она нам дает? Слитки из руды. Выплавляет слитки из руды. Это плавильня. Вряд ли. Но, скорее всего, она нам понадобится для того, чтобы получить слитки из руды. Тогда, значит, мастерская кузнеца. Я практически уверен, что если где-то и есть, то именно в мастерской кузнеца. Изготавливает инструменты, оружие, броню и товары из металлов. Соответственно, да, нам нужна мастерская кузнеца. Для этого нам нужно наковальни 1 штука, бревно 1 штука и каменные кирпичи 20 штук. Я, конечно, наверняка не уверен, но что-то мне подсказывает, что нужно все делать поочередно. Вот в том порядке, в котором здесь мастерские стоят, в том порядке нам и придется, скорее всего, их строить. Возможно, я ошибаюсь, и первую миссию компании можно пройти как-то быстрее, но у меня пока идей особых нет. Я понимаю, что там нужна либо мастерская кузнеца, либо более продвинутая мастерская инженера, потому что медный бур, конструкция, есть вероятность, что более сложная. Именно здесь ее мы и можем построить. Но также есть вероятность, что мы можем ее купить на рынке, поэтому, думаю, имеет смысл рынок все-таки построить. Так, жители начали засыпать, они устают. Ну, в принципе, пока все идет более-менее нормально. Возможно, конечно, медленно, но прошу меня простить. Как понимаю, так и действую. Возможно, допускаю ошибки в процессе прохождения. Пока просто смотрим, что будет дальше. Ждем, пока ребята выспутся и продолжат свою работу. Знаете, что я думаю? Мне кажется, я немножко расконцентрирую свое внимание. Возможно, мне уже достаточно вырубки лесов и добычи камней, потому что я вижу, что камень и дерево, оно просто лежит, не перерабатывается, не строится. То есть, людей просто не хватает. Я взял слишком большие объемы, которые сейчас мне, ну, как бы ни к чему. Поэтому давайте мы сейчас отменим приказы. Я знаю, что у людей есть настроение. Выпил некачественную воду, лег спать, страдая от жажды. Выпил некачественную воду. То есть, нам нужен что? Нам нужна добыча качественной воды. А как нам это сделать? Я видел колодец, правильно? Надо понять, как и где нам добыть воду. Колодец. Опа! Кстати, не так уж и далеко. У нас, в принципе, на юге вот есть территория, где можем построить колодец. Это хорошо. Нам его надо, соответственно, надо построить. Приоритет 2. Для колодца нам необходимо 20 камней и одно ведро. Камни, соответственно, у нас клепаются. А вот ведро я на стройку не поставил. Хотя надо бы, наверное, да? Дверь. Дверь нам не нужна. Ведро. Да, давайте, соответственно, поставим ведро на стройку. Тогда нам необходимо здесь еще плюс 5 досок. Ставим на паузу. Здесь поставим доски. Давай 10 штук. Пусть будет здесь на что. Крамни строятся. Можем построить колодец. Хорошо. Давайте тогда это сделаем. А, цифра означает уровень навыка, судя по всему, да? Тогда давайте более правильно распределять их. Давай сейчас еще раз посмотрим, кто чем может заниматься. Мне кажется, я это изначально не заметил. Зону лесопосадки, мне кажется, нужно чутка убавить. Можем ли мы на рынке что-то произвести? Нет. Это чисто территория, куда придет купец. Который, кстати, я не знаю, когда придет. Как понять, что прошло 2 года? Кстати, вопрос. Я думал, что когда ребята садят какие-то вещи, они смогут потом, соответственно, получать от них семена. Но семена у нас очень-очень заканчиваются. А где же тогда семена эти добывать? Вот тут, по-моему, я немножко облажался и надеюсь, что не критически. У нас есть мастерская агронома. Что она нам дает? Давайте мы это узнаем. В которой поселенец профессия агронома перерабатывает фермерскую продукцию. Кстати, возможно, он сможет добывать, допустим, из картошки и моркови семена картошки и моркови. Мне необходим жернов. Давайте тогда его построим, раз он мне необходим. Для этого необходимо 5 камней, которых у меня нет. Тогда ставим отмену. Поставлю на очередь в строительство. Надеюсь, что в ближайшее время... Так, уведомление. Мигранты прибыли в поселение. Опа! Вот это очень хорошая новость. Где? Где наши мигранты? Он у нас будет лесником. Мне два лесника, наверное, не надо. Пусть он будет фермером, носильщиком и строителем, наверное. Пока что. И я собираюсь построить здание для агронома. Поэтому он как раз и станет агрономом. Мастерская агронома. И, кстати, надо бы построить, мне кажется, кухню. Но для нее необходимо что-то дополнительно. Печь. Нужна печь. Где мы можем печь создать? Наверное, тоже в мастерской. Да, нам необходимо 5 камней и 5 слитков. Ставим на производство. Агроном у меня, если я не ошибаюсь, выбран. Не помню, правда, кто. Вот этот парень, я его сделал агрономом. Надо понять, что мы можем производить агрономом. Отлично, мы можем производить семена. Супер. Тогда, соответственно, ставим на производство. А, так, строительство. Дальше. Нам необходима кухня. У нас есть уже печь. Нам необходимо 40 древесины. Ну, в принципе, понятно, что надо делать. Строим колодец. Сейчас узнаем, что можем с помощью него делать. Мы с него не можем ничего делать. Но, судя по всему, мы будем добывать воду. Если построим, по-моему, кружку. Вот я где-то слышал, что для... Для воды нам необходима кружка. Где наш плотник? А, все хорошо. Сколько нам еще необходимо до создания кухни? А я не знаю. У нас не указано количество ресурсов. Это мне надо в другом месте смотреть. Тогда ждем. Будем строить кухню. Ребят, напишите в комментариях по вашему мнению. Ну, точнее, не по мнению. Вы наверняка знаете. Где производится бур? Медный бур? В мастерской кузнеца или в мастерской инженера? Это раз. Я думаю, что в мастерской инженера все-таки. И в какой очередности... Вот я прохожу первую миссию сейчас. Мне необходимо строить все эти постройки. То есть, правильно ли я делаю, что делаю по очереди. Либо, возможно, какие-то из них стоит пропустить. Потому что, ну, первая моя цель – это выжить. И с этой целью, ну, мне кажется, я вполне себе пока справляюсь. То есть, у меня есть добыча воды, добыча еды. Сейчас мы сделаем переработку еды. То бишь, кухню. Начнем ее готовить, чтобы людям было комфортно. Чуть позже мы еще построим кровати, чтобы людям было комфортно спать. Но это уже переходит в режим какого-то выживания. Мне кажется, что, проходя кампанию, где есть конкретная миссия, возможно, стоило бы действовать несколько по-иному. Но у меня нет предположений, как именно по-иному надо действовать. Я все делаю, как бы, ну, абсолютно интуитивно. То, как мне сейчас кажется правильным. Поэтому ваши варианты я с удовольствием прочту в комментариях. На этом мы, друзья, серию закончим. Я не знаю, на сколько минут она выйдет. Потому что, ну, по понятным причинам, реальная запись длится значительно дольше, чем то, что выходит на YouTube после монтажа и обработки. Вот. Ну, надеюсь, получилось интересно и познавательно. Мне, по крайней мере, было на самом деле интересно. Я не ожидал, что так выйдет. В принципе, вот анализировать ситуацию, пытаться как-то что-то где-то добывать и строить. Но это затягивает. Это, в принципе, затягивает. Жду ваших комментариев. Пишите, что я делал неправильно. Давайте советы, что мне необходимо делать дальше. И в следующих сериях, если ролик, повторюсь, наберет 150 лайков, мы продолжим данное прохождение. На этом все. Я вас всех благодарю за внимание. С вами был Тимпоз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем спасибо, всем пока и удачи.